Музыка Середина марта отмечена несколькими памятными датами для России. Конечно, в эти дни вся официальная и вся народная общественность отмечает пятилетие возвращения Крыма и Севастополя в состав России. И, безусловно, эта дата вселяет надежду, вселяет оптимизм. Но хотелось бы подчеркнуть, что она не просто так сама по себе реализовалась, эта идея. Она является результатом почти четвертьвековой борьбы патриотов, государственников и коммунистов, в том числе за то, чтобы это свершилось. Я хотел бы напомнить, что, например, было мощным движение за русский язык, за сохранение памятников советской эпохи и памятников Владимира Ильича Ленина против нацистско-бандеровской идеологии на протяжении всего этого периода после Советского Союза на территории Крыма. В 2006 году летом крымчане и патриоты из России не допустили проведения учений НАТО в районе порта Феодосия. Там в течение трех недель происходили протестные акции. И когда на митинге появились лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, депутат Госдумы Николай Михайлович Харитонов и лидер коммунистов Украины Петр Николаевич Симоненко, конечно, это усилило патриотов, вдохнуло в них свежие силы и еще больше сплотило. Я хотел бы подчеркнуть и очень важное обстоятельство, которое, несомненно, тоже вселяло надежду в крымчан и во всех граждан Российской Федерации на это воссоединение. Хочу напомнить, 1996 год, тоже середина марта, 15 марта, когда Государственная Дума приняла два постановления. И в этих постановлениях она дала политическую и юридическую оценку как Беловежским соглашениям, которые ликвидировали Советский Союз, так и юридической силе результатов референдума по сохранению Союза 1991 года на территории Российской Федерации. И, конечно, такие решения, они были очень важными с точки зрения воссоединения раздробленных частей большого братского народа. Конечно же, то, что произошло 16 марта 2014 года и то, что произошло вслед за этим, решения, принятые Верховным Российским руководством согласия в Государственной Думе по поводу Крыма и Севастополя, все это важнейший исторический урок, важнейший исторический опыт. Когда народ чего-то очень хочет, он этого обязательно добьется. И хотелось бы верить, что и результаты другого референдума, который прошел 28 лет назад, 17 марта 1991 года, они тоже рано или поздно будут воплощены, как эта воля народа. Хочу сказать о том, что мы с вами все вместе, и мы это делаем как можем, хотелось бы лучше, но приближаем тот день и час, когда произойдет это воссоединение, когда будет новая основа для Возрожденного Союза. Это и Союз России и Белоруссии, и Таможенный Союз Евразес, это многие процессы, которые происходят сегодня на территории бывшего Советского Союза. Хотелось бы подчеркнуть, что для того, чтобы это произошло, нам нужно, во-первых, признать государственный статус Донецкой и Луганской народных республик, максимально ускоренно упростить гражданство российское для тех, кто не хочет, для тех, кому не по пути с бандеровско-нацистским режимом в сегодняшней Украине. Нам нужно и еще защищать тех борцов, тех патриотов, которые отстаивают идеи, из этих идей родился когда-то Советский Союз. Сейчас идет судебный процесс над лидером Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Андреевичем Зюгановым, который в Государственной Думе потребовал расследования, каким образом важнейшая стратегическая алюминиевая отрасль оказалась в подчинении, под контролем наших самых, может быть, больших политических противников за рубежом. Этот суд идет под флагом защиты чести и достоинства известного олигарха, но, по нашему мнению, это все очень похоже на политический заказ. Мы выражаем свой протест против того, чтобы это преследование продолжалось. Мы также протестуем против расправы над коммунистом Приднестровья Олегом Харжаном, который брошен за решетку. Мы протестуем против неправедных решений по отношению к нашему товарищу по фракции по партии Владимиру Бессонову. Мы считаем, что только на пути полного восстановления справедливости по отношению к таким борцам может вновь родиться идея, которая сплотит максимальное количество нашего народа, сплотит большинство народа и новый союз станет возможным. Сегодня в повестке дня заседания Государственной Думы 52 вопроса. И, наверное, вопрос, который вызывает наиболее серьезный общественный резонанс, это законопроект, который призван обеспечить борьбу, результаты борьбы с организованной преступностью. Этот закон мы принимаем в третьем чтении, и хотелось бы отметить, что законопроект этот носит абсолютно половинчатый характер. Понимаете, сейчас главные преступники – это не те лица с каким-то там уголовным прошлым и те, которые там совершали преступления и которые находятся на постоянном учете в правоохранительных органах. Нет, это не те. Сейчас главное логово преступности в аффилированности коммерческих структур и правоохранительных органов. Вот в этом надо искать корень зла. К сожалению, данный законопроект эту проблему не решает. Сегодня правоохранительные органы в большей степени не заинтересованы в том, чтобы преступность была искоренена окончательно и бесповоротно. Почему я делаю такое громкое заявление? Потому что суды у нас невыборные, во-первых. Во-вторых, ротация, например, прокурорских работников проводится достаточно редко, и они обрастают связями определенными. Поэтому сегодня нужно говорить о том, чтобы систему правоохранительных органов настолько поменять и вычистить всю коррупционную составляющую, вот тогда мы победим преступность. А правоохранительные органы бьют в одни ворота. Вот давайте простой пример. В Ульяновске два депутата пришли в прокуратуру, чтобы потребовать, решить свои проблемы. Что в результате они получили? Они получили семь суток ареста. Вообще, это как можно так относиться не только к народным избранникам, а как можно относиться вообще к праву в нашей стране? Приходят, когда депутаты требовать защиту своих интересов, интересов точнее своих избирателей, им предъявляют штрафы. Ну это тоже, ну каким образом можно сегодня говорить о работе правоохранительных органов в защиту, так скажем, интересов граждан, когда вот такие вопиющие факты мы можем видеть. И хотелось бы сегодня отметить еще несколько законопроектов, которые принимаются вот на сегодняшнем заседании. Ну это, прежде всего, изменения в налоговый кодекс. Ну, наверное, налоговый кодекс мы меняем каждую неделю. Иногда бывает, что и по два раза в неделю меняем налоговый кодекс. Я не знаю, как успевают работники налоговых служб следить за этими изменениями, главное, работать по этим изменениям. Сегодня мы меняем статью 149 налогового кодекса, которая обеспечивает, значит, освобождение от НДС физических лиц и юридических лиц, которые принесут в банк вклады в драгоценных металлах. То есть банки освобождаются от НДС, вот когда они работают, проводят эти операции, когда они работают с вкладчиками, которые принесли именно драгоценные металлы. Ну, НДС это такой налог, который сегодня, я вам напомню, повышен на 2%, но не для наших сырьевых отраслей и не для, значит, вот банковской сферы. Вот это приоритет государства, сырьевые отрасли, банковская сфера, которые получают преференции налоговые, причем постоянно и огромные налоговые преференции. Мы сегодня видим, как на прошлом заседании Государственной Думы мы рассматривали вопрос об отказе возмещения НДС сырьевым отраслям. Вы представляете, что это от 900 до 2 триллионов рублей средств, которые могли бы просто поступить в бюджет. Дума не приняла этот законопроект. Вот сегодня мы принимаем, упорядочиваем, значит, освобождение от НДС именно банком, банковской сфере в том числе и внешнеэкономбанку. Если наше государство такие приоритеты расставляет, давайте посмотрим, как Минэкономразвитие, которое удивляет нас в очередной раз своими прогнозами. Минэкономразвитие сегодня установило новый прогноз роста инфляции. Это связано, я считаю, только с повышением НДС. Цифра 5,3%. К маю 5,4%. Но дело в том, что Минэкономразвитие сказало вот такую фразу, что НДС уже больше не влияет на инфляцию. И это влияние остановилось в феврале. И что с января по февраль 1,5% всего составляют рост инфляции. То есть, по мнению Минэкономразвития, цены не растут, и все у нас прекрасно и удивительно и благополучно. На самом деле, независимые эксперты говорят о том, что рост цен составляет сегодня и рост инфляции порядка 9%, от 9% даже до 12%. Поэтому, естественно, когда приоритеты у государства направлены на то, чтобы увеличивать средства и благосостояние сырьевых компаний и банков, а не рядовых граждан, естественно, вот такая инфляция, реальная инфляция будет сегодня бить по карманам каждого гражданина. Редактор субтитров А.Семкин